Я попал на службу 18 лет, понимал сразу, конечно, мой еще тогда 18-летний мозг не мог полностью это все воспринять. Да даже, наверное, если бы я сейчас остался живой, ну, остался живой, эвакуированный, все, типа, у меня были все конечности на месте, я думаю, я все равно не мог бы, типа, даже воспринять того, что, да, меня где-то могло бы где-то ранить или еще что-то. Так я понимал, какие у меня есть риски того, что я могу остаться инвалидом там на всю жизнь, хотя я себя так не чувствую, типа, это всего лишь ножка, лапка кролика. Поначалу родители, точнее мать была очень против, переживала, естественно, была против не потому, что я там, армия это какая-то плохая структура, а больше из-за переживания ее, из-за того, что меня могут убить или еще что-то, поскольку в армию я пошел уже в 2020 году, это уже был шестой год войны, и мама переживала очень сильно. Она никогда меня не предавала, всегда была только за меня. И то, даже когда я уходил в армию, она как бы мне говорила про это, она со мной не ругалась по этому поводу. Она мне сказала, говорит, толку от того, что я буду сейчас с тобой тут ругаться, наказывать тебя как-то, какое-то влияние на тебя иметь. Если ты захочешь, ты просто соберешь вещи, доехать до Мариуполя в полк, денег много не надо, ума тоже. Говорит, просто соберешься и уедешь. Мы привыкли к тому, что постоянно возле Мариуполя были взрывы. Как бы Мариуполь находился за 20 километров от первой линии боевых действий в зоне ОС. 24-е началось для меня, лично для меня, но началось так немного весело, поскольку, я не знаю, у меня всегда какая-то чуйка была. Вот где-то что-то должно случиться, я могу проснуться раньше. Я проснулся там в полчетвертого где-то, я понимал, что я уже спать не буду. Иду с душа, а я в душе всегда музыку слушаю на телефоне. Получается, иду, и мне моя подружка пишет в инстаграме, что тебя отправляют на границу. Я пишу, да нет, типа, а что случилось? Она говорит, война в стране. Я говорю, какая война? Я как бы в новости еще не успел позалазить, ничего. Плюс, ну типа, думаю, какая война, о чем ты? А тут именно прям как гупнуло рядышком с базой. А я уже помылся, все, я одет и сижу, залетает наш командир, говорит, быстренько все в подвал, сейчас базу обстреливают. Мы быстренько все спустились в подвала, все спящие, сонные, кто босиком в трусах спустился, все, стоим, короче, еще раз гупает. И типа, начинается уже такое вот это военное подбадривание друг друга. Когда я стою, смотрю на эти все сонные лица, я умытый, один помытый, такой, говорю, пацаны, блин, почему так трудно было, говорю, зубы почистить, говорю, или что? Они говорят, буйвол, ты надоел? И начинается вот это все уже, все с друг другом начинают разговаривать, все там, кто начинает своим женам звонить, типа. Суматохи никакой не было, мы просто погрузили все свои вещи по машинам, боекомплекты погрузили по машинам и просто разъехались на наши боевые позиции, на которые должны были занимать в случае с полномасштабного вторжения противника. 20 тысяч человек, ну вот на нас просто перло. Естественно, они продавили переднюю линию обороны, она была не настолько, ну, Украина, как я понимаю, она не была настолько подготовлена к войне. Пробили первую линию обороны, но при этом всем наши парни их сдерживали еще на Широкинском направлении, как бы давали им отпор, если вы видели видео, там первых дней в Мариуполе, когда наша разведка отлично отработала по колонне противника. Насколько я помню, это там была заминированная дорога, просто разнесла колонну в пух и прах. Ну, нам чуть-чуть не повезло, со стороны Бердянска, со стороны Крыма удалось прорваться колонне, и они, получается, начали брать нас в кольцо. 24 февраля началась война, 2 марта мы уже были в полной блокаде. Сначала бои велись за городом, это такие села, как Сартана, Каменское, Старый Крым, а потом уже все переместилось в Мариуполь. Россия показала свое истинное лицо. Оно показало, как она умела воевать в Грозном, как она умела воевать во время Второй мировой войны. Тактика у них особо не изменилась. Бегите вперед, бабы еще нарожают. При этом все, огромное количество артиллерии, авиация, почти каждые 5-10 минут скидывают бомбы, 500-килограммовые на головы людям. Вот так вот просто едешь по городу, просто тела валяются по улице. Поначалу люди как бы накрывали тела, все, там ждали пока еще. Скорая приедет, там морг отвезет. Естественно, со временем это все разбомбилось, и просто уже, так сказать, все уже подзабили. И уже да, ты просто там ездил, наблюдал картины, как просто валяются разорванные люди на улицах. Мы понимали, что в ближайшее время все основные усилия нашей армии, они будут направлены на защиту столицы, защиты Чернигова, поскольку это такие более важные областные центры, чем Мариуполь. И поэтому наше командование понимало это, оно готовило стратегический запас питьевой воды, еды, для того, чтобы мы как можно дольше держались в Мариуполе. Первые недели две, да, в еде мы как бы себе особо не отказывали. Еда у нас была, но потом, конечно, с ней уже начались небольшие проблемы. Был уничтожен как раз таки склад с едой, и вот они четко попали. Это, видимо, была случайность, поскольку это было в таком секрете, мы понимали, что голодный солдат не боевой солдат, поэтому еду мы хранили, я не знаю, как детей. Мы не задумывались о том, сколько нас. У нас была такая задача, как мы постоянно говорили, чем больше ты убьешь, тем больше шансов, что ты отсюда выберешься. Поэтому мы не считали, сколько наших, мы считали, сколько мы убили. Типа большинство уже понимало, что нам оттуда не выбраться, но я тоже не рассчитывал на то, что я выберусь там как-то. Хотя где-то вот пятая точка, чуечка подсказывала мне, что это не конец это еще. 45 километров от Мариуполя противник уже продвинулся, как бы нам уже никак не прорвешься. Поэтому мы понимали, что беги или умри, ну, поэтому оставалось только воевать. Воевали до последнего. Солдаты Российской Федерации и Черниговское направление были просто переброшены в сторону Мариуполя. С нами уже воевали потом люди, которые воевали в Чернигове. Они просто не могли взять этот город. Они даже не планировали, что они там столько народу оставят. В Украине, говорят, на нашей войне гинут дуже багато хлопцев, наших молодых защитников, чоловеков. А в России, говорят, нужен еще биоресурс, потому что у нас его уже не хватает. Если у нас в Украине относятся к людям как к людям, то там это просто как бить татуировку, расходник. Это расходный материал. В трех метрах упала от меня мина, перебила мне сразу ногу. Она мне как бы ее не полностью оторвала. Она мне перебила большим осколком, получается, перебила мне кость. Из-за того, что мы находились на высоте, и мина упала прям под подъезд, получилось так, что все осколки ушли в ступеньки, в цоколь, так сказать. И вот этот один осколок, как мне кажется, я не буду говорить точно, что это был хвостовик, самая высокая часть мины, и вот она мне вот это так залетела. Я помню только, что я еще по радиостанции своему командиру успел крикнуть, что я 300. Буйвол 300, кричу, и подбегает, получается, снимает с меня инлав, скидывает его, и начинает тянуть, короче, меня в подвал. Там подвал был. Прилетает вторая мина, получается, пробивает мне вторую ногу, а этот, получается, отрывает кусочек икры на ноге. Он уже тоже не в состоянии меня тянуть, он просто налаживает себе турникет, начинает ползти в подвал. Я лежу так вот, получается, лицом на землю, помню, трогаю нос, кровь течет. Засовываю два пальца в рот, кровь течет. Думаю, ну все, это габела уже, думаю, все. Как бы 20 лет, думаю, ну не может оно так все закончиться. Ну я помню, что я попросил извинения у матери. Лежу, жду уже, когда отрублюсь, когда уже вытеку полностью. Как бы мне не особо-то больно было. Почему я не вытек, как мне говорили потом, у нас устали врачи, из-за того, что резкий удар, у меня мышцы сократились, и, получается, зажали артерию. Ну, бывает такое. И получилось так, что я, как бы, я еще лежал, думал, жить мне не жить, ползти мне не ползти. Ну, по иронии судьбы, машина начала гореть. Я лежу, думаю, блин, и так как бы неприятно, как бы нога подбита, а тут еще и тачка горит справа. Пока полз, кинул себя, каску, наушники, уже вообще не мог, ну, все мешало. Дополз до подвала, у меня, получается, бронежилет был такой, но я, как бы, любитель был таких острых ощущений, у меня было на бронежилете все. У меня броня весила, там, килограмм, я не знаю, там, ну, я взвешивался, без броней весил 62, в броне 95, с инлавом и с автоматом 110. Короче, я нормально движевал. И я понимаю, что я в этот подвал вот так, типа, залезть не могу. Мне надо боком. А боком, ну, как бы, мне неудобно, у меня сил не хватает. Я говорю, не могу залезть. Говорит, было сейчас, подожди. Короче, тип находит силы в себе на одной ноге встать, пока у него вторая ужасно болит, взять меня за шкирки, вот так вот повернуть, он меня, получается, затягивает вот так вот в подвал, падает сам, и я, получается, падаю в подвал вот так вот спиной. И у меня ноги торчат, короче, с подвала. И я понимаю, что у меня одна нога торчит вот так с подвала, а левая просто мне падает на голову. Я такой, типа, смотрю на нее, такой, фу, гадость. Так вот ее скидываю, типа, с себя. Смотрю трубы, типа, и думаю, надо сейчас от трубы облокотиться, вот так вот на спине отлажу, ложусь. Думаю, ладно, надо жить, короче. Думаю, не буду сейчас дыхать. Я только тянутся за турникетом, и тут уже забегают наши парни, они, сейчас все будет, пацаны. Они, короче, сделали с меня конфетку, буквально за полторы минуты. Меня привезли на завод, на заводе в подвал. В подвале там уже, видимо, с госпиталя перевезли, типа, аппаратуру. Я приехал, и, получается, там стол стоял, эта лампа здоровая. Типа, меня так вот положили. Начал сразу врач-анестезиолог мне ставить подключичный катетер, обычный катетер. И они, короче, меня быстренько так это, шмик, швик, 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 и все. Я только помню, отрубился, просыпаю, нога на месте, думаю, господи, ничего себе, нога на месте. Они положили мне лангету от пятки до лопатки. Это были таких три ужасных, мучительных дня моих. Даже момент ранения был не такой мучительный, как лангета. Поскольку я, ну, я боялся, во-первых, я боялся, чтобы она мне не разболелась. Потому что я понимал, что у меня там, ну, дырка размером, наверное, с половиной моей головы. Нога на месте, ну, пальцами я не двигаю. Думаю, блин, хреново. Короче, через три дня ногу пришлось ампутировать. Видимо, из-за того, что я потерял ногу крови, кровь полностью не циркулировала по всему телу, перешла, так сказать, в режим энергосбережения, циркулировала только по всем, так сказать, важным внутренним органам. И получается, нога не начала заживать, просто начала гнить прямо на мне, и мне ногу ампутировали. Мы понимали, что мы обузы, от нас толку никакого нет. Ну, как бы я бы не смог взять бы там оружие, особенно с тем, сколько я крови потерял, то сейчас я могу на одной ноге прыгать нормально. Тогда я потерял очень много крови, я даже не мог стоять на одной ноге. И я понимал, что я не смогу уже взять оружие и драться вместе с парнями, но в большинстве случаев у парней присутствует такое чувство, как будто мы пацанов там оставили. Очень обидно было, когда я видел трупы маленьких детей. Трупы маленьких детей, потом плачущих женщин, которых там муж вышел чисто на улицу, его там где-то разворотило, и ты просто сидишь где-то на позиции, там готовишься к бою, и просто слышишь ужасный такой женский крик, это как в фильмах ужасов. Тяжело было, когда ты заходишь в квартиру, а там просто, я помню этот момент, я захожу в квартиру, там женщина, не так лет 45, дочка ее, молодая девчонка, лет 20, она полностью парализованная, и парниша лет 14, вот у них такая семья, я не знаю, я не интересовался, где там мужской пол, их семьи там отец, и я понимаю, что сегодня в этом доме будет жарко, мы понимали, что сегодня здесь, именно в этом дворе, бой неизбежен. Естественно, я там забаррикадировал всю квартиру, по первым этажам танк в основе не работал, но когда прилетала артиллерия, падала возле окон, осколки залетали в квартиру, я взял эту девчонку на руки, перенес в торцовую квартиру, со стороны, где не будет как бы работать танк, поскольку у врага была такая задача, они просто, они не могли нас выбить с домов, они просто ложили дом, переезжали на следующий, ложили дальше. Вот так вот, короче, они захватывали город. Так с дома выбить, это было у них нереально вообще. Вся Украина перестала быть как бы отдельно друг от друга, люди сплотились и показали то, что мы можем работать вместе, несмотря, кто живет в каких домах, кто ездит на каких машинах и кто получает какую зарплату. Мы воюем ради будущего наших детей, ради будущего наших жен, наших девушек, наших родителей. пацаненок у такой, он показал то, что неважно сколько тебе лет, неважно кто ты, ты можешь помогать своей стране. Я просто ему показал, что каждый солдат, который вообще получает деньги от волонтерки, да вообще, который защищает нашу страну, он может спуститься до его уровня, до его вот такого небольшого роста, и все равно он будет, этот солдат выглядит очень мощным вообще среди всех окружающих. Это действительно, это мощный парень, это цвет нашей нации. На таких детей надо равняться взрослым. Мы воюем за будущее наше. там какое-то снаряжение. Даже там какие-то ночные заведения, это экономика страны. Эти заведения оплатят налоги. Чтобы стать каким-то там великим человеком, вот в наше время, типа, это не обязательно воевать. Можно делать даже минимальные поступки, можно просто репостить в Инстаграме разные истории, чтобы никто не забывал про то, что происходит. Я просто хочу, чтобы наша молодежь, она как бы развивалась. Я не хочу, чтобы она стояла на месте. Хочу, чтобы люди читали книги, читали какие-то умные вещи в интернете, становились на путь истины. Они показывали, что украинская нация это самая сильная нация вообще во всем мире. На этом протезе я бегать не могу. Мне нужно поставить протез. Протез спортивный. Я думаю, его поставят еще, ну, через годик где-то. Поскольку заказывать сейчас спортивный протез, как бы, протезирование. У меня тут стоит культиприемник, в который засовываю кусочек своей ножки. И, типа, каждый раз мне надо его ушивать, потому что нога, она худеет, она потеет постоянно здесь. Это такой. Ее как бы постоянно надо подшивать, подшивать, пока она не возьмет уже основную ее форму, когда там уже кожа грубой, коркой не покроется, все. И вот, когда оно уже все будет, тогда уже, я думаю, мне сделать спортивный протез, я буду бегать. На данный момент, как бы, держать себя в физической форме у меня получается и без бега, хотя очень хочу бегать. Не надо меня жалеть. У меня все супер. Я такой же человек, как и все. Наоборот, чувствую гордость за эту ногу, чувствую себя брутальным, таким робокопом. Приехал в Золочев на БЛК, висково-лекуальную комиссию. Там город относительно небольшой, и мне на следующий день мрач ко мне подходит, говорит, у нас уже, говорит, дети в Золочеве горят, что робокопа видели. Я в шортах ходил, да. Я знал, на что я иду, я знал, какие у меня есть риски. И слава Богу, что так все оно повернулось. Сейчас на нас стоит очень большая ответственность перед всеми вообще людьми Украины, и особенно перед парнями, которые находятся сейчас в плену. Нас эвакуировали не для того, чтобы мы сейчас тут распускали нюни и говорили, какие мы бедные, какие мы ранены. Мы хотим показать людям то, что мы азовцы, и даже в сложных ситуациях азовцы никогда не сдаются. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok